МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Центральной городской библиотеке имени Валентина Тавлая состоялась презентация выставки «Сила внутри нас». Торговля фруктами в мороз. Есть ли ограничения? Рассказал специалист Сезонального центра гигиены и эпидемиологии. Лида дважды уступала в две шайбы, но обыграла авиатора в овертайме 4-3. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». За сутки в Республике Беларусь зарегистрированные 1024 пациента с COVID-19 выписаны 618 пациентов. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 238 635 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 224 171 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1658 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выполнено 9694 теста. Всего в стране проведено 4 375 265 тестов. В Центральной городской библиотеке имени Валентина Тавлая состоялась презентация выставки он-то психолога Евгения Щебета «Сила внутри нас». Красной нитью встречи стала фраза Евгения «У каждого человека есть таланты, главное не бояться их раскрыть». Это с успехом удалось сделать и ему самому. Евгений с детства любит рисовать, петь, играть на гитаре, танцевать, писать стихи, проявлять себя в любых направлениях творчества. В Центральной городской библиотеке имени Валентина Тавлая состоялась презентация выставки «Сила внутри нас». Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми, говорил Авраам Линкольн. Многие не согласятся с этим высказыванием, ведь считается, что счастье нельзя сделать своими руками. Что это состояние, которое не зависит от наших усилий. Однако психологи и философы не устают повторять, что каждый может сделать свою жизнь более счастливой. Это мнение разделяет и автор представленных на выставке творческих работ, он-то психолог Евгений Щебет. Его биография – яркий пример того, что каждый из нас может изменить свою жизнь к лучшему. Стоит только захотеть. У меня первое образование – инженер, потому что я не знал, куда поступать. И получается так, что поступил туда, куда подсказали родители, куда сам на то время думал, что хочу, где хочу учиться. А в 2014 году мне мой двоюродный брат подсказал, что есть такое направление, дал ссылку. И вот это направление меня затянуло с головой, потому что всегда мне была интересна тема психологии, общения между людьми. И я стал изучать это направление еще потому, что оно расшифровывает сновидения. На протяжении всей жизни Евгений Щебет интересовался темой психологии, вербальным и невербальным общением людей между собой, саморазвитием, поиском своего предназначения. И вот уже более шести лет он активно изучает онтопсихологию и психосоматику. Получил психологическое образование, постоянно повышает квалификацию и участвует в международных обучающих мероприятиях по психологии. Ведет частную практику в Минске, работает онлайн, проводит семинары и тренинги. Создал обучающий курс по расшифровке сновидений. Является основателем Центра развития личности Инсея. Направление, которое было создано итальянским профессором Антонио Менигетти в 70-х годах прошлого века. Это направление базируется на том, что изучает человека с точки зрения его природной уникальной ценности. Потому что у каждого человека есть уникальный проект. И задача онтопсихологии – помочь человеку прийти к себе истинному, игнорируя цензуру, мораль, убеждения и социальные нормы и правила. И тем самым самореализоваться. Евгений Щебет – интересная творческая и неординарная личность. Таким же получилось и открытие выставки. Во время презентации гости узнали, что такое онтопсихология. С удовольствием слушали стихи Евгения, а также известные музыкальные хиты в его исполнении. Среди творческих работ, представленных на суд зрителей, можно было увидеть графические портреты, удивительные скульптуры из песка, запечатленные на фото, стихотворения, а также эмоциональные фотографии, на которых изображен сам автор. Практически каждая работа сопровождается мотивационным комментарием психолога. У каждого человека есть свой уникальный природный проект и есть таланты, которые ему даны для того, чтобы себя реализовать. Многие люди не обращают внимания, но если прислушаться к своим желаниям, посидеть в тишине, можно узнать, почувствовать, к чему есть тяга, понаблюдать за собой, за своим поведением, или вспомнить, к чему тянулись в детстве, спросить у родителей и начать это реализовывать. И как раз это может помочь найти вот этот свой путь и узнать, кто я на самом деле, чем я хочу заниматься. Главное пробовать, пробовать, пробовать. Посетить выставку творческих работ Евгения Щебеда «Сила внутри нас» можно до 21 февраля в Зале отраслевой литературы. В Вооруженных силах Беларуси под руководством начальника генерального штаба первого заместителя министра обороны началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Об этом сообщили в Минобороны. Основная цель – проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях. Действия войск пройдут практически на всех полигонах вооруженных сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях, преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах, отметили в Минобороны. Завершить данную проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня. Торговля фруктами и овощами в мороз. Есть ли ограничения? Рассказал специалист Азонального центра гигиены и эпидемиологии. Несмотря на холода, они редко на рынках торгуют овощами и фруктами. Для того, чтобы сохранить плодо-овощную продукцию в презентабельном с точки зрения потребителя виде, необходимо создать оптимальные условия ее хранения, при которых прекратятся или сильно замедлятся процессы гниения и порчи плодов. А в случаях, например, с недозревшими овощами и фруктами, необходимо создать условия, при которых происходит процесс дозревания. В связи с холодным периодом года Бараньский зональный центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что в соответствии с требованиями санитарного законодательства, а именно пункта 39 главы 4 общих санитарно-биологических требований к содержанию, эксплуатации, капитальных строений, зданий, сооружений, изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверденных декретом президента Республики Барусь 23 ноября 2017 года номер 7 при хранении и реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия ее хранения, установленные изготовителем. Хранение и реализация пищевой продукции должны осуществляться в условиях, обеспечивающих предвещение ее порчи. Поэтому, чтобы создать правильные условия для хранения определенной плодовочной продукции, необходимо применять соответствующую технологию. Свежие плоды и овощи должны храниться в затаренном виде в специальных в вентилируемых помещениях организации без естественного освещения с обеспечением должного температурно-влажностного режима. Температурные условия хранения овощей, свекры, например, моркови, должны быть не ниже 0 градусов Цельсия. Условия хранения свежих огурцов, свежих томатов и картофелей устанавливаются изготовителем. Условия хранения цитрусов должны быть не ниже плюс 2 градусов Цельсия, а свежие абрикосы, яблоки, виноград реализуются при температурных условиях и установленных изготовителем. В нестационарных торговых объектах организации мелкорозничной сети реализация свежих овощей, фруктов и ягод в холодный период года при температуре наружного воздуха ниже нуля запрещается в соответствии с санитарными нормами и правилами. К несоблюдению температурного режима хранения в первую очередь страдает качество приобретаемой продукции, а платить за некачественный товар себе дороже. Не приобретайте продукцию к тех местах, где не соблюдаются условия хранения и реализации, в том числе на рыночных образованиях в холодный период года особенно. Пищевая продукция подвергается колебаниям температуры наружного воздуха, поэтому в качестве изума и там продуктов можно быть не всегда уверенными. Приобретайте пищевые продукты только в стационарных объектах, где на протяжении всего периода хранения и реализации условия соблюдаются. Отраслевой профсоюз помог вернуть недоплаченный медикам Брестской области за 2020 год 55 тысяч рублей. Профсоюзные специалисты провели мониторинги в 34 организациях здравоохранения области, по результатам которых выдали 29 рекомендаций. Кроме того, с мая прошлого года была организована работа телефонной горячей линии. Первоочередное внимание уделялось соблюдению требований по режиму труда и отдыха работающих и порядку установления надбавок за работу при оказании медпомощи пациентам с COVID-19. Также на контроле были вопросы применения новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций, соблюдения сроков выплаты заработной оплаты и правильности начисления доплат до уровня минимальной заработной оплаты. Лида дважды уступала в две шайбы, но обыграла авиатора в овертайме 4-3. Следующий матч экстралиги Б авиатор сыграет на домашнем лиду в среду 27 января против пинских ястребов. В матче экстралиги Б чемпионата Беларуси по хоккею, который 22 января прошел в лиде, барановичские авиаторы дважды ведя в счете в две шайбы, в овертайме уступила лиде 3-4. У авиатора появился дополнительный шанс прервать серию семи поражений после того, как на утренней раскатке получил травму галкипера Лиды Павел Шелестный. Он остался на скамейке запасных, а встречу начал его 20-летний сменщик Арсен Гаспарян, который дебютировал в экстралиге. Правда, начал он не очень убедительно, пропустив две шайбы после пары бросков. Так летчики повели в счете 2-0, а штаб Лиды решил дальше не испытывать судьбу и снарядил на последний рубеж травмированного Шелестного. У него дела пошли заметно лучше, а рыцари пустились в погоню. Она увенчалась успехом в начале третьего периода, когда Кирилл Рашевский восстановил равновесие и перевел игру в овертайм, а за 17 секунд до его завершения победу хозяевам принес лучший снайпер экстралиги Б Александр Бунец, забросивший свою 15-ю шайбу в этом чемпионате. Первый гол в экстралиге записал на свой счет 19-летний Егор Шкляревский, проводивший лишь третий матч на этом уровне. Причем во встрече с летчиками он отметился сразу двумя баллами. С заброшенной шайбой отметил возвращение в Лиду 25-летний нападающий Андрей Перегуда, выступавший за рыцарей в 2018-2019 годах. Нынешний же сезон он начинал в пинских ястребах. «Авиатор» потерпел восьмое поражение подряд и остается на последней строке турнирной таблицы, на один балл уступая юниорской сборной. Отставание от Витебска, замыкающего квартет сильнейших, сократилось до 6 очков. Лида по-прежнему на третьем месте в 15 баллах позади идущего вторым Бреста и опережая Витебск на 16 очков. В следующий матч экстралиги Б «Авиатор» сыграет на домашнем льду в среду, 27 января, против пинских ястребов. Научный марафон «Баргу-2021» приуроченный Дню Белорусской науки проходит с 18 по 29 января в Барановичском государственном университете. Примерное количество участников – около 300 человек. В программе двухнедельного марафона – выставки научных разработок студентов и научно-методических изданий и публикаций преподавателей. Семинары-практикумы, аспирантские чтения, мастер-классы, тренинги, научные чтения, интеллектуальные игры. Научный марафон проходит на базе ВУЗа ежегодно. Нынешний имеет ряд отличий и особенностей. Прежде всего, это новый формат проведения мероприятия – онлайн-площадки, видеодоклады, серии обучающих интенсивов для молодых исследователей и ученых. Наряду с преподавателями Баргу, в них участвуют представители высшей школы из Болгарии, Латвии, Китая, России, Украины и Узбекистана. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова